Девушки отдыхают Девушки отдыхают Традиционно сюда кладут обязательно белое вино Мы прогреваем его в сотейничке с одним листиком лаврового листа И буквально 2-3 горошинки душистого перца 5 минут вино закипит И оно должно где-то на одну-вторую упариться Еще в этот соус мы кладем оливки и томаты Они будут составлять очень главную нотку и часть нашего соуса Они будут там чувствоваться Если мы основные ингредиенты обязательно процедим Он у нас будет прозрачный То оливки и томаты мы оставим Для этого нам нужно их очень мелко нарубить Давай я тебе помогу Давай У нас закипело вино или нет? Прокипело и упарилось до одной-второй И ты вынула лавровый лист и душистый перец Да, совершенно верно Теперь мы туда отправим наши специи Это буквально щепотка базилика Щепотка орегано Базилик, орегано И веточка тимьяна Так Специи можно брать как сухие, так и свежие? Совершенно верно Мы сюда добавляем еще 100 мл бульона Либо говяжьего, либо куриного Тот, который у вас есть Также мы сюда добавим немного сахара Если вы используете кислое вино То сахара может быть немножечко нужно больше Вот здесь буквально нужно вот такую вот маленькую часть Но по вкусу этот соус в итоге будет кисло-сладким? Кисло-сладким, да Еще соевого соуса нужно 2 столовые ложечки Поэтому мы сюда не добавляем соль Мы немножечко его упариваем Он должен буквально несколько минуток у нас Покипеть А тем временем мы сделаем с тобой томаты конкассе Что мы сделаем? Томаты конкассе это мелко нарубленные томаты У которых нет кожуры и семечек Удаляем семечки И вот эту вот мякоть, которая дает сок Самую сочную часть Наши специи, они будут лишними в нашем соусе Поэтому я их процеживаю И отправляю обратно в сотейник Немножечко обязательно добавляю табаско Буквально несколько капель Значит этот соус будет острым Он не будет острым, Наденька Буквально 2 капли не сделают его острым Нужно немножечко уменьшить температуру Для того, чтобы он не слишком выпарился И мы отправляем наши оливки сюда Измельченные И томаты конкассе Томаты конкассе это измельченные помидоры Из которых мы предварительно удалили шкурку А также семечки И все опять должно закипеть Совершенно верно Этот соус обязательно предполагает чеснок Причем чеснока, ты видишь, я взяла целых 3 зубчика Довольно-таки большое количество Но чеснок пройдет термическую обработку Он не даст эту остроту нашему соусу Он даст только аромат и привкус А с какими блюдами мы будем подавать этот соус? Этот соус идеально сочетается с рыбой Даже самая сухая рыба по типу трески или судака Очень выиграет, когда мы подадим такой соус В конце, когда мы снимаем его Мы добавляем сливочное масло и петрушку Очень мелко нужно нарезать петрушечку Сколько нужно взять петрушки? Здесь буквально одна веточка петрушки Я уже убираю с огня соус И добавляю сюда растопленное сливочное масло Здесь буквально одна столовая ложечка И вот такой вот красивый соус Мы отправляем в соусник Он уже готов? Он уже готов Это достаточно острый соус И чувствуется, что помидоры сочетаются с соевым соусом Для меня это довольно оригинальный вкус Следующий соус называется Бернес Я рекомендую его к мясу К свинине, телятине, к курице К любому мясу Это насыщенный такой вот сливочный соус Сюда мы добавляем, опять же, полусладкое вино Белое, 50 миллилитров Мы его прогреваем С эстрагоном Нам понадобится где-то